Проект «Рыбалка без границ» продолжает делать этот вид досуга доступным для каждого. Его инициатором стал Сергей Жбанов, который в результате несчастного случая потерял возможность передвигаться без инвалидной коляски, но отказываться от любимого увлечения не захотел. Первый помост на Судосевском пруду построили своими силами, затем детально изучили вопрос, выяснили, что место стало востребованным и создали проект для участия в конкурсе президентских грантов. В этом помог Олимпийский совет Мордовии. В начале 2022 года инициатива оказалась в числе победителей. На реализацию «Рыбалки без границ» выделили более 2 миллионов рублей. На водоемах, на Судосевском, Солдатской и в городе Темников, там один водоем, будут построены, то есть здесь уже построены помосты на двух водоемах, построены помосты. Вот два помоста по 6 на 4, то есть размер помоста. Также на средства фонда президентских грантов были закуплены инвентарь. Это рыболовные снасти, то есть спонсоры, друзья помогли с прикормом. Первый этап реализации проекта «Заочный» участники прошли онлайн-обучение с опытными инструкторами. Как только сошел снег, приступили к строительству. Первым объектом стал тот самый Судосевский пруд. В начале лета там провели первые любительские рыболовные соревнования. Следующая точка на карте проекта — Солдатский пруд в Саранске. Здесь 9 июля собрались не только взрослые, но и совсем юные рыболовы. Детей на такие любительские соревнования помогли привести общественные организации и партнеры. Мы первый раз и очень рады поучаствовать в этих соревнованиях. До этого нам не приходилось участвовать. Поэтому очень здорово для нас, что мы вырвались на природу, что можем теперь поучаствовать. Половить рыбку. Родители на сколько? Где-то человек 8 детей, 8 родителей. И вот еще сейчас подъезжают. Ну, человек 20 у нас есть. Ребята с особенностями здоровья и обычные дети здесь в равных условиях. Учатся новому и рыбачат вместе. Это важно и помогает интегрировать детей в общество. Я хочу поблагодарить арт-организации «Много дети», Олимпийский совет Республики Мордовия, Сергея Жбанова и, конечно, всю большую команду. За такой проект, который помогает семьям знать, что мы их любим, что они не одни, мы всегда им поможем. Опытные инструкторы провели для всех участников мастер-классы, учили карпфишингу, а также обращению с поплавочной удочкой и английской донкой. Затем пришло время посоревноваться в рыболовном мастерстве. Отмечали тех, кто поймал первую рыбу, кому досталась самая крупная добыча и кто собрал больше улова. Всю рыбу можно было оставить себе, кроме карпов. Их нужно было взвесить и отпустить. Я рыба! Мы поймали! Молодец! Дай, давай! Вот это да! Безнаград не остался никто, за старания отметили каждого рыболова. Но важнее эмоции и впечатления, которые останутся от такого выезда на природу у каждого. Самое главное ведь не результат. Самое главное, что люди получили возможность оказаться на природе, в комфортной, удобной среде. И здесь никто себя не чувствует каким-то обделенным и с какими-то особенными возможностями. И все учатся общаться друг с другом. Это очень ценный опыт такой. И очень многие хотят вырваться на свежий воздух и побывать в нормальной обстановке, но этого не имеет возможности. Следующей точкой на карте проекта станет Семниковский район. Совсем скоро инклюзивные помосты появятся и на одном из местных водоемов. Ирина Семенова, Юлия Кондратьева, Станислав Семин. Народные новости.